всем привет вы на канале наша жизнь в америке new life it's my life сегодня у нас 26 декабря первый день после рождества и в общем мы только что вернулись из магазинов решили прокатиться посмотреть потому что очень интересно смотреть на то как падают цены на следующий день после рождества скидки идут 50 70 90 процентов на все новогодние рождественские вещи и в общем если ты хочешь что-то купить интересное какой-то декор какие-то еще подарки там что-то найти такое в общем можно купить по очень даже смешным ценам но собственно поводом для записания видео послужил не этот поход магазин собственно поэтому я его и не снимал и не снимал цены у нас уже такое видео на канале есть если вы хотите вы можете его посмотреть записать это видео решил потому что как я сказал что америка очень интересная страна я специально сказал что сегодня 26 декабря просто пока мы ехали в магазин из магазина мы насчитали на улице 7 елок которые уже выбросили то есть если сегодня вот ну как мы из беларуси сегодня еще может быть кто-то только еще наряжает елку вот и нам на канале по моему она подписала что она будет ставить в рождество елку то все вчера люди отметили рождество и сегодня уже елки на улице то есть я не понимаю как так они прямо вот встали из-за стола сняли с нее игрушки и выкинули ее то есть у них не было вот этого русского утреннего такого какого-то застолья похмельного там я не знаю как еще сказать после праздничного то есть у них задача была выставить елку сразу после праздника то есть но я не понимаю этого я понимаю что очень многие в америке не отмечают новый год потому что здесь главный праздник это рождество вот и новый год как бы по большому счету тут даже и за праздник не считается это такая вечеринка можно сказать вот но чтобы прямо на следующий день вот сейчас 344 ну выезжали мы где-то два часа было это елка уже было на улице сейчас я вам ее покажу она в идеальном состоянии то есть если вот кому-то даже в америке сегодня надо ставить елку то не надо идти покупать ее там за 50 за 150 долларов можно просто вот так вот на улице она в пакете смотрите лежит ее специально в пакет положили чтобы когда вы носили не трясти с нее елки иголки эти но они не трясутся потому что они не могут еще осыпаться этой елки блин всего ничего так что вот так вот можно взять на улице елку и поставить на новый год в зале в living room у нас стоит можно поставить еще в каждую спальню по елке на балкон елку короче она собирать вот так вот вообще проблем нету сейчас я переключу камеру и специально потрогаю покажу вам иголочки вот смотрите какое состояние она не осыпается ничего все с ней прекрасно и вот она упакована прекрасная зеленая красавица просто лежит в мешочке ждет пока ее заберут а сейчас я еще подойду к нашему апартаменту и покажу результат так сказать черной пятницы и опять же рождественских и новогодних распродаж что происходит с новыми со старыми вещами в свое время когда мы приехали я удивлялся и считал телевизоры но это телевизоры были кубики которые еще с трубками были вот и тоже на канале про это рассказывал что это так интересно опять же на нашем постсоветском пространстве в той же беларуси все телевизоры старые все диваны все везется куда-то на дачу там в деревню здесь же все это просто выставляется на улицу и как вы знаете вот прошла черная пятница значит все покупали все новое и все старое пошло тоже на улицу смотрите вот прекрасный плоский телевизор я не знаю диагональ у него наверное сколько там 37 или 40 дюймов сейчас я вот так вот крупным планом сниму эти буквочки к сожалению не видно все с проводом на подставочке все это стоит потому что вот стоит коробка от нового она получается высотой с меня к сожалению не вижу сколько там у него диагональ тоже не видно в общем вот так 26 числа я записал этот ролик вернее не этот а который вы до сих пор смотрели и в общем он уже у меня был готов сегодня я должен был его выложить сегодня утром возвращаясь с работы сегодня 29 но то есть ночью еду но и заезд дома как раз мусорка получается с левой стороны смотрю один телевизор превратился в два ночью снимать не стал потому что темно думаю ладно если до утра до стоит пойду сниму в общем сейчас уже час дня телевизор успешно стоит никому он не нужен ну в общем ситуация такая что если кому-то нужен плоский телевизор оплачиваете доставку домой я вам высылаю могу два потому что вот стоят два телевизора никому не нужны один маленький ладно уже фиг с ним там такой размер что честно говоря ну уже не смотрят такие телевизоры но вот этот второй который ночью выставили блин уже полдня как бы его могли изобрать но походу он наверно никому не нужен смотрите и удивляйтесь вот такого вот размера вот за ним стоит маленький чтобы понять разницу в диагонали сейчас я попробую найти где у него там что за надпись что за диагональ у него может быть я сниму samsung 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 очков не увижу но вот так вот сниму посмотрю и вам скажу в общем что говорится полная задница куча разъемов и hdmi и usb и как сильные все что хочешь можно подключать вот такая вот разница в размерах в общем у этого диагональ наверно 50 я думаю сейчас да ну что написано размер не рассмотрел вижу что на нем написано плазма модель конечно не новейшая не последняя но тем не менее за не менее большого телевизора или лучшего в общем то такой вот можно было бы и поставить дома вот такие вот дела вот стоят два красавца никому не нужны ну теперь наверно уже конец получается новый телевизор стал на место старого а старый никому здесь не нужен он рабочий в прекрасном состоянии их вот так вот выставляют и если кому-то надо если у кого-то ну нет возможности поменять старый на новый или взять вот этот вот можно если он более лучше чем тот который стоит дома нет проблем приезжаешь берешь себе елку наряжаешь ее благо в тех же 90 90 центах на 10 долларов можно столько купить игрушек что ее даже и видно не будет из-под шариков и гирлянд берешь новый телевизор на улице и все я это говорю не к тому что в америку приезжают для того чтобы брать все с улицы собирать это но это для хейтеров которые сейчас начнут писать это я говорю для того что америка интересная страна и здесь действительно есть чему удивляться очень многие вещи проходят и случаются совсем не так как у нас на постсоветском пространстве вот такой вот маленький блок про америку а вы были на канале наша жизнь в америке new life is my life еще раз всех поздравляю с рождеством и новым годом желаю вам всего самого лучшего крепкого здоровья любви и счастья и подписывайтесь традиционно на наш канал ставьте колокольчик чтобы не пропустить новую серию мы будем продолжать снимать дальше потихонечку и увидимся пока пока а Субтитры сделал DimaTorzok